Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы завершаем Dyson Sphere Program. У нас получился такой затянувшийся пробничек, на сколько там серии, на 100 часов у меня пробничек этот затянулся. Мы хорошенько посмотрели на игру в раннем доступе, и теперь я с нетерпением жду релиза и дальнейшего развития игры. Очень хотелось бы посмотреть на то, как реализуют разработчики механику с инопланетными мразями, от которых придется защищать наше строение, которое есть в планах у разработчиков. И в целом, на дальнейшее развитие игры тоже интересно было бы посмотреть, потому что сейчас контент как бы есть, даже для раннего доступа вполне неплохой, игра работает стабильно, чрезвычайно стабильно, хорошо. Вот, но через какое-то время все превращается в жуткую рутину, особенно если играться с большими масштабами, как мы тут поигрались немного, да. Увеличение производства в сотне заводов, настраиваемых ручками по три манипулятора на каждый завод. Это, 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 да, через какое-то время определенно надоедает. И я вначале в самом, не совсем понимал, не до конца понимал, почему многие ребята жаловались на то, что в игре нет простой механики с чертежами, как вот есть в Факторио, да, когда можно выделить часть производства, записать на чертеж, и потом этот чертеж перенести в какое-то другое место. Вот, и тут, да, чем дальше, тем более понятным и ясным становилось, что, конечно же, для больших масштабов, когда хочется не просто маленькую сферку быстренько построить и забить на игру, а когда хочется попробовать что-то побольше, нужны миллионы заводов. Просто миллионы. На разных планетах, в разных системах множество ресурсов нужно добывать в огромном количестве. И, да, эти огромные количества заводов без чертежей, конечно, настраивать не самая приятная задача. Вот, но все равно, мне игра определенно понравилась уже даже вот в таком ее виде. И я с удовольствием на релизе еще наверняка, ну, после уже релиза, там, посмотрим, как по времени получится, да, но я наверняка с удовольствием в нее еще поиграю. Вот. И сегодня мы посмотрим на последние штрихи, которые мы еще не посмотрели в прошлых сериях, на последнюю технологию все-таки, которую я даже не планировал изучать, но тут как-то так получилось, что я решил все-таки дождаться, пока кольцо Дайсона чуть-чуть, вот-вот, практически достроится, да. Сейчас уже ракеты не летят, только солнечные паруса в последние секции стыкуются. И даже вот это не до конца достроенное кольцо Дайсона уже вырабатывает 50 гигаватт энергии. И наверняка сфера Дайсона меньшего радиуса, построенная на меньшей звезде, вырабатывала бы намного-намного меньше, чем, ну, и ресурсов на нее намного-намного меньше потребовалось бы, чем на наше вот это вот гигантское кольцо вокруг самой крупной звезды в нашем кластере, в нашей игре. А то там ребята некоторые пишут, что это не самая большая звезда. Если бы ты пересоздал карту миллион раз, то ты бы нашел, может быть, звезду еще большего размера, ну, или использовал чей-то сид, где сгенерилась-таки звезда еще большая. Вот. Но, да, в нашей игре это самая крупная звезда. И самое крупное, по возможности, кольцо у нас получилось. Ну, мы еще немножко поиграемся с этой сферой. Я хочу еще попробовать ее, ну, как минимум, распланировать до конца и запустить еще раз поток парусов и ракет. Сейчас ракет тут соберется у меня какое-то количество уже. Да, у нас сколько, я даже не знаю, сколько здесь стоит пусковых установок. И конвейер уже заполнен практически полностью. Поэтому давайте мы, кстати, сделаем, я еще не делал ни разу большой сундук. Давайте мы хоть посмотрим хоть один раз на большой сундук. Маленьких сундуков вполне хватало все это время. Но давайте мы один сундук поставим здесь побольше. Куда-нибудь сюда. И отсюда мы будем загружать. И сюда будем выгружать. Ракеты, да, ну и скоро эта лента заполнится уже. Ну и потом ракеты будут заполняться в этот сундук. Ну, а мы пока посмотрим, наверное, на технологии последние. И на белые матрицы. Белые матрицы. Тут у меня много оптимистичных башен стоит. И, ой, кстати, тут, по-моему, да, одно это и... Кривенько. Кривули везде. Оптимистичные башенки вполне недурно работали. На полную мощность, на удивление. Не всегда, да, но было очень красиво, когда они все работали. И белые матрицы последние. Если бы Universal было тогда универсальной, да, это вселенские какие-то матрицы, получается. Ответ на все теории и разрешения ультимативных загадок вселенной дают. Ну, в общем. По одному из всех кубов нужно и одна антиматерия на каждую матрицу нужна. Я для этого увеличил производство антиматерии. Вообще, вне записи я просидел пару часов еще, настраивая кое-какие производства, увеличивая, опять же, с той же антиматерии. Подключил больше ресиверов на выработку фотонов на генерацию. И здесь количество коллайдеров увеличил, вот, чтобы больше выработка антиматерии была. Ну, еще пришлось тут пару поставить мини-звезд. И ребята переживали, что эти мини-звезды работают в холостую, потому что у меня энергии, да, сейчас, по-моему, все меньше и меньше расход идет. И что вполне логично, потому что многие производства сейчас стали, забились склады во многих местах. И сейчас и ракеты тоже там, ну, да, еще в сундук будут производиться. Ну, в общем, во многих местах склады забиты и производства стоят и потребляют минимум энергии. Но когда все работало, у меня была потребность в один с лишним гигаджоуля энергии. Гигаджоуля, гигаватта энергии. Вот. И эта энергия была нужна, да. Какое-то время, пока все не остановилось. Ну, и само производство вот этих вот зарядок на антиматерии для этих звезд, ну, фактически-то мы из воздуха их делаем. Никакие ресурсы при этом не тратятся. Фотоны у нас генерятся, опять же, просто из энергии, которую мы получаем с той же сферы Дайсона. Ну, или, опять же, из этой же энергии часть идет на генерацию фотонов, да. Можно, наверное, и так как-то прикидывать. Правильно? Они же потребляют энергию при генерации. Или они потребляют... Наверное, они потребляют просто ту энергию, которая у нас передается сферой только. Ну, короче, это не важно. Важно то, что кроме водорода, который фактически тоже бесконечный, который девать особо некуда, здесь расход никакой особо и не идет. И без проблем можно, да, все больше и больше переходить на вот такую вот энергию. Меньше будут занимать поляны вот этих вот рей-ресиверов, которые можно вообще перенести на какую-то другую планету, да, и генерить фотоны там, отправлять их куда-то или перерабатывать их там в вот эти ячейки с антиматерией. И питать ими всю галактику по надобности при помощи вот этих вот мини-звезд, да. Это вполне неплохой такой вариант. Главное наладить вот такое вот производство, достаточно простое. Ну, и тут как бы сейчас нам это пока что не нужно, потому что без чертежей наращивать производство и, да, как-то дальше упарываться в огромную сферу Дайсона, это не самое приятное занятие, конечно же, когда ручками нужно миллионы заводов выставлять. Ну, вот, поэтому нам как бы сейчас такие масштабные проекты с передачей вот этих вот топлива между системами, нам они в принципе сейчас не нужны. Вот, ну и, собственно, поставил я, сколько, пять башен для самих исследований из вот этих вот белых матриц, их тут уже какое-то количество собралось. Давайте мы изучим сейчас финальную технологию, технологию миссии завершена. Поздравляем, строитель великой цивилизации, или что-то там такое. Основная миссия программы сферы Дайсона была успешно завершена моими силами. Ну, и игра будет продолжена, продолжена после завершения. Давайте изучим эту технологию. Ну, и я вне записи еще изучил немного. Ну, все технологии у нас практически уже были изучены, на которые не нужны были белые матрицы еще в прошлой серии. Там пару технологий буквально оставалось. Ну, и добить шесть уровней вот этой технологии тоже нужно было. И поэтому, когда заполнялся у меня бункер с этими белыми матрицами, я потихонечку изучал какие-то технологии вот улучшения нашего меха, например, разнообразные. И стоимость значительно растет с каждым улучшением, конечно же. Ну, и прибавку дают они значительно большую, чем прошлые уровни технологии. Вот. Изучил я, по-моему, одну вот эту технологию. Она довольно дешевая. Изначально было две, по-моему, даже вот этих вот изучили. Точнее, не этих, эту одну. Вот этих, по-моему, две изучил. Или, может быть, одну. Не знаю. Одну, наверное, все-таки. И она, да, как я и говорил, шесть процентов отнимает от вот этих оставшихся процентов. И с каждым разом польза будет все меньше и меньше и меньше. И шесть процентов от вот этой вот... От этого значения будут, естественно, все меньшими и меньшими. Ну, увеличиваться будет скорость добычи ресурсов, что тоже, в принципе, хорошо. То есть это, да, одна из самых действительно полезных технологий. Такая магическая. Которая позволяет... Ну, ее до 50% в целом довести несложно будет. Да? Вот. И считайте, у нас на 50% все залежи ресурсов наши увеличатся. Ну, плюс, опять же, там этот шанс на... Неиспользование ресурса при его добыче. Это такой, как бы, шанс. Да? Может сработать два раза в подряд, пять раз в подряд. А может не сработать десять раз в подряд. Потом, поэтому, как бы, такое. Ну, в общем. В любом случае, это довольно полезная технология. Скорость полета тоже ничего такая. Вот это, как бы, как бы, вроде не сильно полезно, особенно при наших масштабах. Скорость исследований бесполезная вообще, по-моему. Ну, и вот эти, да, улучшения меха мне определенно понравились. Здесь быстрая зарядка, больший объем ядра нашего тоже хорошо. Ну, и эти тоже неплохие в целом. Особенно, если дальше планировать игру и дальше заниматься строительством огромной-огромной сферы, да, то эти технологии тоже пригодятся для более быстрой постройки массовых комплексов. Особенно, если, я надеюсь, не если, а когда, добавят в игру, опять же, возможность строить через чертежи. Что, ну, ну просто напрашивает саму по себе. И у нас технология уже практически изучена. Пять оптимистичных башенок изучают довольно быстро. Все эти последние технологии. О! Окей. Для того, чтобы вспомнить ваши достижения, люди light up a star in the Milky Way star map. Да, они всегда будут записывать свою поддержку на четвертый уровень цивилизации. Теперь, пожалуйста, rest a while, и then embark on the journey of the sea of stars again. Передохни, говорит. А потом снова. Погружайся в море приключений. По настройке миллионов заводов. Да. Ну, в общем. Что у нас? Осталось еще здесь полторы тысячи. Я думаю, мы можем поставить какую-то технологию какую-то еще изучаться, что-нибудь. Да давайте вот этих на самом деле бахнем просто. Ой. Добавим в очередь вот так. Они, наверное, не успеют изучиться за эту серию даже один уровень. Но все равно. Как у нас тут дела? У! Блин. Тут нам надо было не ящики строить, а... Что-то посерьезнее, кажется. Как-то быстро забилось. Здесь все. Все. А, нет, не все. О, о. Можно еще выше поставить, если у меня ресурсы были. Ну, ладно. Я что хотел еще сделать? Давайте посмотрим мы еще раз на нашу сферу Дайсона. Перейдем в режим строительства. Нажмем пока на паузу, наверное, даже. Чтобы оно не вращалось и не мешало нам посмотреть на стройку. Так. Я на пару минут отходил. И игра была включена. Запустились пушки с солнечными парусами. И здесь сейчас как раз видно, что часть парусов не идет на строительство. Да. Переходит в рой Дайсона. То есть запускается сейчас парусов немножко больше, чем надо. Это при том, что у меня работают только пушки, которые на полюсах стоят и все. А основная батарея на экваторе не стреляет сейчас. Но мы сейчас ее запустим. Так. Я что хотел сделать? Во-первых, давайте мы сделаем для симметрии вот здесь нижнюю часть. И тут я сразу заметил, что... Ну, сразу. Сейчас. В этой серии я только сейчас обратил на это внимание. Что если вот в этом режиме смотреть, то мои ноды, от которых я строительство начинал, не попадают вот в эти основные как бы разметочные линии. И это создаст дополнительные небольшие, но все же дополнительные неудобства, мне кажется. Посмотрим, как мы справимся с ними или нет. Но давайте в любом случае. Мы первым делом сейчас... Если, кстати, вот в этом режиме смотреть, то тут... Немного все по-другому, конечно. И вот тут я даже не знаю, как мы сможем тут довести. Ну, короче. Мы, наверное, сейчас... Да. Первым делом... Нижнюю часть я сделаю симметрично, чтобы у нас она была. А дальше уже посмотрим, какие варианты у нас будут. Так. Хорошо. Разметил я нижнюю часть для симметрии. И теперь давайте попробуем для разнообразия сочетать треугольную часть вот этого, да, с квадратной разметкой. Посмотрим, как у нас получится. В идеале, ребята, да, писали в комментариях, что нужно размечать этими, сколько там, пятигранниками, восьмигранниками. Ну, как в этом, как в футбольном мяче, да, такими этими. Но у нас для большой сферы такое не получится, да, сделать из нее футбольный мяч. Потому что, ну, вот прям, как в футбольном мяче, да, из сколько там этих фигур на мяч помещается, не получится, потому что у нас не будет возможности сделать такими большими эти фигуры. Сколько там в мяче, надо сейчас посмотреть, я никогда не думал об этом. На футбольном мяче сочетание пятигранников и шестигранников, вот как-то так. И здесь не получится такой вариант, ну, прям такой вариант, потому что, опять же, да, размер не позволит. Нам нужно более мелкие детали вписывать. Можно всю сферу из вот так подобных треугольников сделать, по идее. Может что-то, нет, наверное, не может получиться. С учетом вот такой вот части. Мы не можем более мелкие треугольники сделать, потому что, опять же, не дает возможности строительства сделать вот прям по вот этим фигурам. А больше сюда будет... Ну, кстати, можно, в принципе, вписать сюда, да, вот так. И получить... Ой. Тот же... Пятигранник, да, от которого плясать там как-то дальше. Можно, в теории. Хочу ли я так делать? То есть, вот мы, например, даже вот так соединить не сможем, если по-простому захочется. На несколько сегментов придется делить. И... Да. Опять же, потому что, вот, да, вот это та проблема, о которой я говорил. Потому что у нас вот эти ноды не по разметке пошли. Дальше строить что-то по разметке здесь не вариант. А еще проблема в том, что когда мы что-то где-то удаляем, мы можем удалить не там, где надо. Ну, вот я вроде там, где надо, удалил, да? Я надеюсь. И чем больше мелких деталей будет, тем сложнее будет размечать, потому что весь задний фон тоже будет в этой разметке. Это тоже очень неудобно будет. Поэтому нужно более крупные детали. Максимально возможно крупные детали использовать. Давайте посмотрим по вот этой вот сетке, попробуем погулять, что у нас выйдет или не выйдет. Если мы сделаем вот, к примеру, так. Такими квадратами пойдем. Дальше у нас даже получится вот такой квадрат сделать. Ну, прямоугольник, не квадрат. Да, такой. Такой тоже получается. Тут довольно большое расстояние. Ну, допустим, еще больше расстояния. Кстати, может, не так уже плохо. Какая у нас дальность? Давайте сейчас глянем. А, странно. Вот такая у нас дальность. Довольно большая. Нет, получится здесь вполне. Если с нуля строить, да? То вполне получится более-менее неплохие пятишестигранники. И можно будет сферу ими заполнить. Мне в каком-то другом, наверное, месте казалось, что дальность заметно меньше. Ну, максимальная, да? Вот слишком... Ноды слишком далеко друг от друга. Сообщения пишут и все. Так, допустим. О, вот здесь вот уже слишком близко. Так, давайте посмотрим. Здесь слишком близко. А здесь пойдет, да? То есть вот это вот максимальная граница, которую мы можем здесь реализовать. Ну, давайте попробуем от вот этих вот треугольников через два пойти вот такими блоками. А потом посмотрим, что мы будем с шапками делать. Так. Тут вроде без проблем должно получиться. Вполне. Ну, вот уже чем больше линий, надо какие-то фильтры, например... Фильтры? Фильтры. Чтобы отключить те же солнечные паруса, чтобы, может быть, задний фон отключить. Было бы намного удобнее для разметки. И вращение вот этого вот не очень удобно. Я уже потерялся, и у меня уже все сливается в одну эту... Давайте... Давайте сначала, наверное, вот так. Все равно не получится сегментами делать. У нас, да, вроде более-менее тут все как надо вышло. Плюс-минус небольшие погрешности с разметкой с сеткой есть. Ой, вот это я точку, да, поставил не там, где надо. Фух. Это только половина сферы, а у меня уже рябит в глазах. И уже слезятся глазки. Ой-ой-ой. Это непросто. Так. А теперь, если мы... А, мы можем просто, да, вот так вот соединить. В принципе, нормально получается. Без проблем. И шапка готова. Да, все, все хорошо. Я переживал, что тут будут проблемы. Ну вот уже даже с довольно широкой такой сеткой вторую часть размечать очень тяжело. Потому что хрен поймешь, что куда везти надо. Все, все эти линии сливаются воедино. Это весьма-весьма неудобно, конечно. Как бы это так лучше сделать? Вот так вот разве что. Как-то пытаться играться. Но хочется разметить всю сферу. Ну тут, конечно, я еще сам виноват, да. То, что не по самой сетке, не по разметке начал изначально строить. Хотя чуть-чуть с боем небольшим. Поэтому линии дополнительно добавилось еще, помимо тех, что у нас получается. Пошли теперь на верхний ряд таким вот образом. Так, осталось последних два ряда. Самое тяжелое. Потому что ничего здесь не видно. Куда тянуть? По-моему, вот сюда, да, мы тянем? Вот так. Или выше? Давайте сейчас попробуем. Раз, два, три, четыре. Ага, нет, все правильно, все правильно. Раз, два, три, четыре. И вниз. Раз, два, три, четыре. И вниз. О, как рябит в глазах. Четыре, куда тут? А, вот сюда. Как это тяжело. Вообще уже легко пошло. На самом деле. Когда мозги привыкают, да, и уже становится понятно, что куда. Чуть-чуть дальше возьмем. И поехали в финальный штрих. Так, ну и сфера размечена полностью. Да, потом немножко легче стало, когда уже мозги привыкли ко всему этому обилию линий. Ну и давайте теперь запустим ракеты. Полетели. А, я не успею за ними, да? А, стоп, давайте мы сразу, может быть, еще и паруса запустим. Вот эти. Чик. И пошли. Сейчас, конечно, огромное количество ракет будет запускаться, пока запас их не иссякнет. И пока опять не упрется в скорость крафта. И ракеты полетели куда-то... Скорее всего, в совершенно разные места. Хотя все куда-то пока что в одну более-менее, да, в сторону летят. Вот еще партия. Спасибо. 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 Пару нодов уже готовы. Ну, по идее, солнечные паруса сейчас тоже сюда полетят. По-моему, все ракеты, да, вот на эти точки полетели пока что. Так, не сбавляем скорость. Я хочу посмотреть на стыковку ракет сюда. А теперь сбавляем скорость. О, строительство идет нода, да? Класс. Я туда залетел тоже почти. Так. Мне еще, знаете, что нравится? На вот эту вот карту смотреть. Точнее, стоп, не на эту. На вот эту вот карту смотреть. Здесь тоже красиво. А если немного дальше отодвинуть, то видно еще эти корабли, которые у нас между системами летают регулярно. Ну, сейчас нам солнечные паруса уже не жалко. Когда мы можем тут организовать рой Дайсона, такой плотненький. Для красоты. Как на заставке, да, на стартовом экране игры. Там и рой Дайсона, и часть из этого роя разлетается по... Ну, на строительство, в общем. Так, ну и давайте я немного подожду. Израсходую запас ракет небольшой, который у нас накопился. Пока позаряжаю солнечные паруса, позапускаю тоже какое-то время. Ну и посмотрим в итоге, что у нас получится. Да, тут еще тоже небольшой запас есть. Но... Да. Выгрузка не спеша идет. Тут пока... Пока все работает. Когда какое-то время... Ой, тут у меня запас всего есть. Так, подождите, а не хватает только у нас? Опять же, фреймов. Фреймам не хватает. Фреймы работают, да, на полную катушку сейчас. Ну, по большому счету. Не считая некоторых перебоев в поставках вот этого безобразия. Только парочку заводиков у нас тут не работает. Постоянно. А, что там? Стоп, я исследование, да? Я там загружался. В одном моменте. И исследование не поставил. Вот эти давайте, пусть идут тоже исследования. В очередь их бахнем. Это вот, конечно, супер эпично. И если бы была возможность, да, чертежами более упрощать себе жизнь в плане строительства огромного количества фабрик, то вот это можно было бы, конечно же, еще масштабнее, еще эпичнее сделать. По-любому, если будут чертежи на релизе игры, ну, вот такая вот возможность, как просто копировать производство и потом вставлять его, вставлять пачками, не настраивая каждый заводик ручками, то я обязательно буду максимальную сферу строить. С огромным количеством пусковых установок, с пушками, которые будут запускать солнечные паруса с разных планет, с разных... Да, с разных сторон от самой сферы Дайсона. Это будет потрясающе. Ну, вообще, конечно, как для раннего доступа, игра получилась уже весьма добротной. Я здесь провел отличных... Ну, почти 100 часов, да? Не считая последних там часиков 10, когда я просто ждал, чтобы кольцо более-менее достроилось к финальной, к нашей, к заключительной серии. Ну, в общем, сейчас еще я пойду, может быть, поужинаю, и полчасика, может быть, игра запущенная будет, и мы вернемся еще, посмотрим, что у нас тут получится за это время. Но, как-то, блин, я вообще думал, что ракеты будут разлетаться по всем нодам, более-менее как-то так хаотично, что ли. Они все летят в одну точку, по большому счету, да, и отсюда все строят. На удивление. Потому что, когда кольцо строилось, они летели как раз хаотично и строили как-то все частями с дырками. А тут все пока в одно место летит. Ну, так. Да? Пять нодов вот в эти. Фактически. Да, пока мы ждем, я тут совсем забыл, что нам же нужно разметить сектора, куда будут залетать солнечные панели. Ну, ты видишь, всю нашу сферу еще разметить дополнительно. Можем? Нет, не можем просто так вот рисовать. Давайте посмотрим. Сейчас ракеты у нас, да, летят в несколько точек. Вот тут вот мне нравится определенно. Здесь тоже паруса заполним. Вот здесь тоже поставим, чтобы паруса сюда залетали. Куда еще? Здесь тоже точка. Вот тот хаос, который я хотел увидеть. Ну, такой простенький. Маленький хаосик. Так, ну, прошло где-то в общей сложности около часа. И давайте мы теперь полетаем, посмотрим... Во-первых, сейчас посмотрим, как у нас тут движуха на планете идет. В целом... Ну, чуть меньше половины, да, пусковых установок еще работают. Исследование скоро вот-вот завершится уже, да? Ой-ой-ой, да, автосохранения сейчас очень долгими стали. Из-за большого количества, видимо, всяких объектов и большой сферы. И это... Да, это неприятный такой момент. Особенно с расчетом на... Большие планы на релизе. Ну, может быть, да, там что-то где-то... Поправят это дело. Так. Перестали у меня солнечные паруса запускаться с вот этого ряда всего. Потому что закончились они, в принципе, и опять же, да, тут проблема с поставками. Все поставки солнечных парусов у меня шли сюда. Давайте мы еще раз на саплай поставим. А здесь совершенно пусто было. До того, как я саплай не нажал, да? Вот так вот сделаем, перебросим. Пусть паруса на запуск идут. Все, теперь демант ставим. И сейчас пойдут солнечные паруса сюда загружаться. Вот, ну, в общем, полетели, посмотрим, что у нас там интересного за этот часик настроилось. Вообще, хорошо, что я проверил, как все это дело работает. И оно как раз так, как я и планировал, работает. С небольшим таким, как раз, хаотическим расположением нодов. Ракеты летят куда хотят. И это прям классно. Нужно было изначально строить не кольцо, да? А именно разметить всю сферу. И, наверное, даже построить сначала сам каркас только. А потом уже заряжать сюда солнечные паруса в огромном объеме. Ну, хотя бы, может быть, частично каркас построить, да? Потому что выглядит довольно круто. В тех местах, где вот каркас как раз построился. Так, давайте мы посмотрим сейчас на исследование. Как у нас? 64, да? На 4% снизилось. Окей. И... Все больше и больше нодов Появляется по всему... По всей поверхности сферы запланированной. И солнечные паруса сейчас как раз разлетаются классно. Но тут да. Тут изначально я не разметил панцирь этот для парусов. И поэтому паруса не попадали никуда. Только вот старые места достраивались в первую очередь. Да, сейчас, так как ноды у нас здесь все готовы давно уже, да? Паруса пошли, пошли, пошли по всем этим участкам. И как раз разлетают сейчас довольно красиво. Ну и плюс в ноды новые тоже летят паруса. И смотрится это довольно симпатично, да? Вот здесь, вот здесь кусок, тут тоже какие-то такие пятна начинают вырисовываться. Но я тут... Где? Где я тут? Давайте мы сейчас... Круг подсчета финальный сделаем и будем на этом заканчивать, пожалуй. Может быть даже еще чуть-чуть ближе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Ну, конечно, круто. Выглядит все это просто потрясающе. Если еще орбиты для запуска солнечных парусов как-то разместить, может быть более интересно, чтобы разлетались вот эти вот паруса поинтереснее. Ну и объемы увеличить, если... Ммм, это будет просто невероятно круто смотреться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, наверное, не очень правильное выражение, но, в общем, появляется это кольцо. Ну и вот эти вот ноды, конечно, когда их больше, то смотреться будут прям классно, когда они будут объем такой небольшой придавать хотя бы, когда начнут придавать. Но, да, ладно. Мне прям очень нравится, очень залипательная игра, вот особенно как раз вот... Сама суть основная, да, само строительство сферы шикарно сделано. Я прям в восторге. И мы еще обязательно вернемся к сфере Дайсона. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся уже в следующем прохождении. Ну и после релиза сферы Дайсона тоже вернемся обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok